Македонии за выступление. Я прошу службу протокола сопроводить его превосходительство. Генеральная ассамблея сейчас выслушает обращение его превосходительства Фрейнделя Стюарта, премьер-министра Барбадеса. Я прошу службу протокола сопроводить его превосходительство. Позвольте мне приветствовать его превосходительство, премьер-министра Барбадеса в Генеральной ассамбле. и я предлагаю ему выступить в Генеральной Ассамблее. Господин председатель, позвольте мне прежде всего поздравить вас в связи с избранием на пост председателя Генеральной Ассамблеи на этой 70-й юбилейный год ООН. Вы представляете страну Данию, которая служила ООН и глобальному сообществу Абрасова, и я полагаю, что, исходя из этих блестящих традиций, вы также продуманно приступите к нашему движению по проведению этой сессии. И я хотел бы заверить вам в том, что мы полностью поддерживаем у нас осуществление поиски дня до 30-го года в области источного развития, и мы будем коллективно решать все проблемы, с которыми будут сталкиваться государства, члены международного сообщества. Я также пользуюсь этой возможностью для того, чтобы выразить искреннее восхищение моей делегацией, опростовому руководству нашей работы Генеральной Ассамблеи на 69-й сессии, его превосходительством господином Сэмом Кутеса. Господин председатель, 70 лет тому назад 50 делегаций при помощи временного секретариата собрались в Сан-Франциско для подписания устава, который и был положен в основу ООН. Это было событие, посреди которого как в географическом, так и в временном плане было резонантным и сохраняет свое безусловное значение и по сей день. Конечно же, Барбадос, как и подавляющее большинство стран, которые в настоящее время входят в состав ООН, не был представлен среди стран Сан-Франциско 26 июня 1945 года. Тогда собралось лишь 50 делегаций, но в целом они представляли победителей во Второй мировой войне. В ярком контрасте с этой небольшой группой, которая собралась в тот солнечный летний день в 1945 году, в настоящее время наша организация насчитывает 193 государства, которые представляют практически весь мир. В Париже в декабре этого года 196 делегаций, в том числе и Барбадос, соберутся на 21-й сессии конференции сторон на Рамочной конвенции ООН по изменению климата. На этой конференции мы согласуем коррективные действия, которые позволят нам обеспечить выживание нашей планеты. Это экзистенциальный вопрос для наших стран, но особенно для таких, как МАИА, которая относится к числу малых астронных развивающихся государств. Наши страны стоят на краю глубокоокружительной пропасти в результате изменения климата. Те, кто сформировал устав этого органа, прекращение войны, считали своей единственной экзистенциальной угрозой, хотя эта угроза сейчас и сохраняется. Тем не менее, мы окажемся под серьезной угрозой, если мы не будем решать проблемы, связанные с климатом, поскольку она столь же смертоносна. Барбадос, как и все страны карибского сообщества, имеют четкую позицию в отношении итогов 21-й сессии конференции сторон, а именно, стороны должны взять на себя каждое свое и коллективное обязательство по ограничению выброса продуктов газа в соответствии с пригодящими целями удерживания роста температуры ниже полутора градусов по Цельсию. Также эти страны должны обязаться сотрудничать в этих действиях и в рамках этого процесса представлять каждые пять лет доклады о проверке. Также все страны должны обязаться поддерживать особенно уязвимые страны, а к ним относятся малые островные развивающиеся государства и наименее развитые страны. Короче говоря, нам нужна амбициозная, эффективная договоренность с обязательной силой в планах глобального участия. Трагедия, от которой пострадала братская страна Доминика в Карибском бассейне, разрушенная топическим штормом Эрика, является примером того, насколько глубоко зашли изменения Кликота и каковы их последствия. Неоднократно мы наблюдали, как какая-то природная катастрофа или вызванная деятельность человека на маломостровных государстве имела катастрофические экономические инфраструктурные гуманитарные последствия в рамках всей страны. И ожидается, что ущерб, нанесенный рекой, отбросил Доминика на 20 лет назад, будучи председателем конференции глав правительств Карибского сообщества. Я пользуюсь этой возможностью для того, чтобы заявить о том, что наш регион твердо прибежен солидарности и нашим братьям и сестрам Доминики, и призывает международное сообщество продолжать оказывать помощь Доминиканской республике в этот тяжелый для них час. Господин председатель истории, блестящий учитель. Спустя 70 лет после учреждения ООН следовало бы обдумать тот путь, который малое государство, как мое, для себя помогали подготовить. Этот путь был основан на принципах организации с самого начала. И наши действия, договоры и резолюции отражали положение устава. Это был путь от эксклюзивности к универсальности. Это был путь, который привел к тому, что членство организации за 70 лет возросло почти в 4 раза. Это был путь к установлению международного правового порядка, который призван обеспечивать баланс прав государства, влагая на них ответственность, включая ответственность перед их гражданами. Безусловно, эти изменения все вместе отражают далеко идущее, значимое преобразование в международные системы, преобразование, которое особенно ярко проявилось в стране, которая представляет. Мы от подчинения колониальной державе пришли к полному суверенитету. В следующем году, в 2016 году, будем с гордостью отмечать 50-й год своей независимости и членство ООН. Организация Объединенных Наций стала для нас форумом, где страны, независимо от своего размера или геополитического влияния, могут встречаться, обсуждать, а подчас и спорить, но всегда на равной основе. Преобразование ООН создало необходимые, но вряд ли достаточные условия для того, чтобы эта организация смогла обеспечить исполнение далеко идущего обещания, которое фигурировало в бодной части, в первой части устава государства члены, не смогли избавиться от бедствий войны. Отношения между государствами не всегда и не везде дружественны. Международное сотрудничество само по себе позволило решить многие международные экономические, социальные, культурные или гуманитарные проблемы. Также не всегда соблюдаются права человека и основные свободы. ООН не смогла согласовать действия государства, направленных на достижение этих общих целей. И для малых, развивающихся государств особенно ожидаемый акцент на развитии пока еще не был сделан. В любом случае, развитие – это рост слабо-скитка, и он не может рассвести в обстановке, в которой нет мира. И поэтому было трудно узнать о смягчении напряженности в отношениях между Боливарианской республикой Венесуэлла и Кооперативной республикой Гайяна, чему способствовал генеральный секретарь ООН напряженности, которые с течением лет привели, по сути, к делу того, что задушили потенциал развития Гайяны. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы заявить о том, что Барбадос неизменно привержен территориальной ценности Гайяны и заявляет о нашей поддержке решение этого спора правовым путем, ибо этот спор слишком долго затянулся. Господин председатель, можно вполне поинтересоваться, стал ли мир более безопасным, более мирным по сравнению с 1945 году, хотя и не было всемирных войн, которые способствовали созданию нашей организации. Войны по доверенности, протоубийственные конфликты появляются повсюду в мире. ООН зарегистрировал многие успехи в решении многих вызовов в области безопасности в мире, с которыми столкнулся международное сообщество на протяжении последних 70 лет. Однако, как государство-члены, мы признаем, что наша ответственность, и не только наша, заключается в том, чтобы наделить ООН гораздо большими возможностями и полномочиями. Как и многие государства в мире, мы в Карибском бассейне глубоко обеспокоены взаимосвязанными кризисами беженцев и внутренне перемещенных лиц. Достойно сожалению, что международное сообщество не смогло принять решительных политических мер, которые позволили бы положить конец этим кризисам. Мы хотели бы подчеркнуть, что если люди в состоянии жить в мире и безопасности, в среде, в которой их права человека соблюдаются, вряд ли бы у них возникло побуждение покинуть свои страны. И подчас под угрозой для своей жизни и детей. Мы хотели бы сказать, что, как лауреат Нобелевской премии Ли Физел заявил, безразличие всегда друг врага и отражает интересы агрессора. Господин председатель, я характеризовал контуры международной системы, которая резко отличается от той системы, которая создала ООН 70 лет назад. И коллективно, и поодиночке мы боремся за то, чтобы решить многие проблемы, с которыми сталкивается наш новый мир. В 2013 году Организация Объединенных Наций приняла договор о торговле оружием в целях регулирования международной торговли обычными вооружениями. При этом рассчитывали на то, что этот договор будет способствовать предотвращению и искоренению законной торговли стрелковым оружием. И благодаря последовательным усилиям стран Карибского сообщества и других разделяющих их идеологии стран, легкое оружие и стрелковое оружие, и припасы к ним были охвачены текстом договора. И Барбадос поэтому с удовольствием ратифицировал договор о торговле оружием в мае этого года. В июле этого года под руководством председателя из Новой Зеландии Совет Безопасности провел первую открытую для всех дискуссию по отношению тех вызовов, с которыми особенно сталкиваются области мира и независимости и безопасности малой страны развивающихся государств. И на этом совещании Барбадос указал на то, что всегда он решительно выступал против распространения и применения ядерного биологического и химического оружия. Однако для таких стран, как Барбадос, реальным оружием массового уничтожения является стрелковое оружие и легкое вооружение. И поэтому мы в первую очередь обеспокоим торговлей этим оружием. А этому, кстати, сопутствует и организованная преступность, и незаконная торговля наркотиками. И то, и другое может серьезно подорвать нашу экономику и привести к дестабилизации наших обществ. Барбадос приветствует инициативу и настойчивость, которые позволили нам утвердить договор о торговле оружием и заявляют о своей приверженности этому договору и будут выполняться обязательства в области мира и глобальной безопасности. Также в июле этого года мы приняли Одесса-Абебскую повестку дня, которая предлагает великолепные меры и пересмотр финансовой практики и практики в инвестициях в целях учета экономических, социальных и экологических проблем. И, наконец, на прошлой неделе мы приняли повестку дня до 2030 года, где сформулирована новая повестка дня в области развития из 17 целей устойчивого развития. И взаимосвязь между повесткой дня до 2030 года и Одесса-Абебской повестки действий сам очевидна. В первой излагаются цели, а во второй содержатся меры по их достижению. И одно без другого не имело бы никакого смысла. Я пользуюсь этой возможностью для того, чтобы увязать эти важные инициативы с той озабоченностью, которую испытывают страны карибского сообщества и другие, о которых они не раз заявляли, особенно в ходе совещания главправительства в июле, и которая состоялась в Барбадосе. ООН и международные финансовые учреждения должны заняться вопросом к ракуированию стран со средним доходом, таких как Барбадос, в целях предоставления им финансирования на льготных условиях или беспроцентно. Наконец, мы считаем, что настало время применять меры для измерения развития и не ограничиваться только подсчетом ВВП стран. Господин председатель, особое довольствие нам доставляют те новости, которые мы услышали о том, что 43 года после того, как Барбадос и три других государства, Тариком, Триндадо, Табаго, Ямойко и Гайяна, добились прекращения дипломатической изоляции Куба. И США приняли такое же решение для Барбадоса. Это событие имело позитивный характер, поскольку последовательно и настойчиво, начиная с 1972 года, мы призывали к тому, чтобы был снят этот экономический эмбарго, который лишь мешал развитию Кубы, а также лишал народ этой страны от достоинства и достижений. Мы делегация благодаря президента Барака Обама из США, который проявил дальновидность и продуманность, и который принял решение такого рода, и мы рассчитываем на то, что процесс этот приведет к отмене будущего экономического эмбарго. Также, господин председатель, задачей является и то, что спустя 21 месяц до того, как мы приняли поездку дня до 2030 года, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которая устанавливала проведение международного десятилетия для выходцев из Африки по теме народа и африканскими корнями признания справедливости развития. Это десятилетие началось 1 января 2015 года, а завершится 31 декабря 2024 года. Десятилетие было открыто Генеральным секретарем в декабре 2014 года. Он выступил, также прозвучал выступление профессора Гиллари Бекса из Барбурдоса. Мои делегации ожидают, что по мере достижения устойчивых целей развития мы должное внимание будем уделять и возможности подряд не только предусмотренные в этом плане, но также и заслуживает того, чтобы это десятилетие было отражено в программе действий. Позвольте мне, господин председатель, вернуться к нашему прошлому для того, чтобы понять наше настоящее и наше будущее. Когда мы, когда он занял свое место генерального секретаря, уважаемый норвежский дипломат, выступая на первой сессии Генеральной Ассамблеи 2 февраля 1946 года, цель ООН – это поддержание мира в атмосфере международной безопасности и всеобщего благополучия. Но существует тесная связь между проблемами мира и экономическими и социальными условиями в странах мира. Барбадос, малое островное развивающееся государство, был и остается твердым тругом ООН, но привержен принципам многосторонности, принципу суверенному правенства государства и признает неразрывную связь между миром и безопасностью с одной стороны и экономическим и социальным развитием с другой. В настоящее время мы можем с гордостью сказать, что эти принципы нигде лучше отражены, чем в идеалах, которые поддерживают государственную ООН и отчет о коллективном продвижении вперед в интересах народов мира, социального прогресса и более высокого уровня жизни в условиях более широкой свободы. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю министра Барбадоса за его заявление и прошу протокол. Продолжение следует...